Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Деяние святых апостолов. 20 глава. 16 по 38 стих. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему Василию, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Измелита же, послав Ефес, он призвал пресвятеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, который пришел Васию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедал бы и чему не учил бы вас всенародный по домам, возвещая иудеям и еленам покаяния пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чистые от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел в себе кровью Своею. Ибо я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми священными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нужным моим и нужным бывшим при мне послужили руки Моисеи. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надо бы поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колено Свои и со всеми ими помолился. Специально 28 стихов прочитали мы. 22. Чтобы сердце наше расположилось к считанному. И в этом пакете стихов три раза говорится о слезах. Он говорит, вы знаете, а призвал пресвитеров, объяснение такое, что тут были епископы, а тогда было одно название. А снова я епископ, пресвитера, разницы не делалось в названии. Я день и ночь, три с половиной года учил вас со слезами. И никто не мог сказать вопреки, ни слова. И наступило прощание, преклонили колени и снова плакали. Есть много даров. Если человек учится где-то, имея дар пения, консерваторию заканчивает, музыкант долго учится, старается не потерять возможность, которую он уже достиг, здесь слезы. Почему у нас об этом никто не говорит? Я практически не слышал ни одной проповеди, ни от патриархов, ни от митрополитов, ни от священников. Причина одна, они не знают этого дара. Апостол Павел, для чего бы это говорилось, если никакого значения не имеет? Три с половиной года учил день и ночь и по домам со слезами. Давайте поставим себе вопрос. Когда я молился со слезами и о чем именно? Когда обидели меня, тогда тут слезы понайдутся. У меня отняли, меня не поняли, меня презирают. А вот молиться с плащущими. Господь об этом прямо говорит. Плащите о себе и о детях ваших. Зачем он это говорил? За детей отвечать придется, если ты их на небо не приведешь. Да он уже большой. Господь знает правду. Мы сейчас прочитаем несколько мест Писания, которые подтвердят, что плакали все. Весь народ плакал. Они знали это таинство. Вы с кем-то дружите здесь, в деревне? Посещайте друг друга. Сегодняшний день посвятите тому, как прощаться, как плакать. Поделитесь тем, что у вас есть. Опыт этот. Апостол Павел делится с нами. Притом он об этом говорит во всех посланиях. И везде со слезами, со слезами. И какой плод был. Кто-то отступает. Были верующие, оставили меня. Я молюсь о них со слезами. Они ушли неизвестно куда. Пришли, уверовали, приняли крещение, ушли. И снова слезы. Просчитаем. Первая книга царств, 20 глава, 41 стих. Отрак пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицем своим на землю. И трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе. Но Давид плакал больше. Один стих. Молодой Давид. Молодой сын царя. И они расстаются. Царь охотится за ним. Найти и убить зятя своего. Потому что ему блазнилось, что Давид что-то делает, чтобы захватить царство. А ему не надо было захватывать. Оно само придет к нему. Потому что он не просто помазан был, а возлил на него и лей. Это особая милость и благодать. Но Давид плакал больше. Для чего Дух Святой это подчеркнул? Если бы не было слез, не было псалтыри. Мы бы не считали этого. А псалтыр, он постоянно говорит, я плачу и рыдаю. А в виде беззакония, в каком живут люди. Я еще раз хочу напомнить. Если не сегодня, в течение недели, соберитесь с кем-то, хотя бы двое, и скажи, брат, сестра, когда ты последний раз плакал на молитве? И он говорит, постоянно. подражайте мне, как я Христу. Мы сейчас увидим, что Христос плакал. Бог, воплотившийся от приз на Деву Марии. Мы знаем, что она у Христа стояла, не смеялась. Она плакала. слезы начались еще в раю. Одно место сейчас мы коснемся. Псалом 136, первый стих. Израиль пленен был, а не в плену. Там какой-то передых был данным. Они арфы повесили. И что? При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Как можно было не плакать? Я вспоминаю рассказ одной женщины, она потеряла все. Обманом, другой родственники отняли квартиру. А какой самый тяжелый сейчас в вашей жизни? Она говорит, когда спать? Я иду, окна светятся, и я вижу, как люди свои постельки разбирают. У меня нет ничего. У меня подмышкой одна картонка. Я на скамейке, где только прилягу. Посмотрите на свои постели и скажите, Господи, благодарю тебя. У многих этого нет. Речь идет не о тысячах, а о миллионах людей беспризорных, у которых все отняли. Что-то они взяли, рассчитаться с кредитом не могли, и квартиру все выметают. Законы такие. Плакали и просили. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Он подражал Христу. А мы подражаем или нет? Я уже говорил об этом, напомню еще раз. Я молодой. У меня все есть. Здоровье на сто процентов. Работаю на корабле. И уверовал. А слез нету. Я когда прочитал, Господи, у меня и слез-то нету. Родственники, никто тебя не знает. В нашем селении Евангелия не было. Ни у кого не было. Мы не слышали слова это даже Евангелие. И Бог от отдал дар. А из-за чего плакали? Люди начинают интересоваться. Собрались верующие. Тогда было Библию достать исключительно трудно. Тогда Ленинград назывался. И сказали, Библия одна есть. И отсюда, из Барнаула, полетели туда. Прилетели, говорят, ну уже отдали. Они вернулись назад. Туда и сюда. Ни с чем вернулись. И кажется, второй или третий раз так и захватили. Здесь собрались вечер. Верующие. Они не православные. И они приготовили кому-то Евангелие. А вернее сказать Библию. Евангелие у меня уже было. Я вижу, они что-то между собой шепчутся. И у них прихрушился человек. И они решили эту Библию подарить мне. Дали уроки Библии. Я вышел в коридор в одежду. Уткнулся. И весь вечер стоял и плакал. Какая радость. Апостолы написали движимое Духом Святым. Дух Святой сохранил это и донес до нас. И вдруг у меня все пророки, апостолы, я приеду родным расскажу. Какая будет радость в этом месте. Но тут меня уже через неделю захватят из КГБ. Приеду, чтобы Духу не было. Вымелся отсюда. Отец ушла на инвалид. Говорит, он же помогает мне. после зимы тут вывезти. Только тогда сохранили. Посадили. У меня сохранился новый завет Псалтирию. Он весь в сморщенной странице. Я день и ночь плакал. Слезами пропит. Я делюсь опытом. Надо это понять. Сплащи, сплащищены. Радуйтесь, радуйщины. А чего с ними плакать? О детях своих. О себе и о детях. Прямо говорится. Где они будут? К чему их приучили? Бегают они, когда домой, прибегают. Видят тебя стоящие на коленях. Как пишет Спиридон, архимандрит, просветитель бурятов. Я, был шаловливый. Забегаю в комнату, а мать стоит на коленях, поднимает руки и говорит, Господи, а Спири меня совсем не слушается. Я встану рядом и плащу с матерью. Это будет, может быть, единственный случай, когда его поставили, как полковые были священники, на войну благословлять людей. И он это увидел. Я людей на смерть гнал. Зачем? Я это все написал и показал. Я кто такой? Тысячи людей из-за меня погибли. Ему Бог это показал. Ты подумай, как выпросить у Бога этот дар? Я просил Библию и вдруг мне ее дали. Радости моей не было конца. Впереди у меня целая вереница была дней людей, поездки. С Библией я сразу в семинарию поехал, в академию проверить, как бы узнать студента. Они ничего не знают и не считают. Первое царство. 24-17. Давид плакал больше. 24-17. Первое царство. Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал, твой ли это голос, сын мой Давид? И возвысил Саул голос свой и плакал. он мог убить его и не убил. Через ущелье разговаривает. И он понял, за кем он гоняется. Страшно подумать, если бы он с войсками вышел, его тесть, Саул, если бы он достиг его, сантыри бы не было. Мы знаем, царь, псалмопевец и пророк. Но мы это пользуемся теперь псалмопевцем, что царь был, царство ушло. И они в плену там были и по сегодняшний день не соберутся. И вот в этом вся суть. Плакал. И он не стыдится об этом сказать. У нас, когда кончилась здесь в России советская власть, премьер-министр говорил, видя разруху, заплакал. Так его прям смеялись везде в интернете. Премьер-министр заплакал. А он видел дальше, что за этим идет. Какой развал будет. Страна-то исчезает. За время только перестройки 120 миллионов обортов. Еще говорят и вакцины-то делают. Сегодня прямо показывает из этого материала. Просчитаем. Как же в Новом Завете? В Ветхом Завете, если дома будете, конечно, не запомните. Второй царств 1-12, 3-32, 12-21-22, 13-36-7, 15-я глава, 30-й стих. Везде плакали. И когда случалось горе, написано, плакал весь народ. Их кто учил? Они понимали, что за этим следует. И чтобы со слезами молитва не дошла до Бога, этого тоже не может быть. Посмотрим, как в Новом Завете. Матфея 26-75. Ну, говорят, это в Ветхом Завете. Люди так понимали, нанимали, плакали, даже если своей не хватало. Люди специально было плакать. Им платили за это, как у нас сейчас, за покойников ходят, псалтыр считает. Ему живой псалтыр нужно было считать. А чего же ему считать-то? Он неверующий. Ну, заработ какой-то. 26-75. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И вышед вон, плакал горько. Что значит горько? Это тяжело даже объяснить. Горько сплошным раскаянием рекой шло. Он же сказал, как я не пободал, от кого отрекся, да в жизни больше я никогда его не увижу. Но Господь сказал, идите, скажите апостол и Петру. Потому что Петр мог сказать, ну апостолы да, а я кто? И Петру скажите. Говорят так исследователи, что он плакал всю жизнь. У Ефрема Сирина под глазами были бороды от слез. Что бы ни спросили, начинает говорить и плачет. Вы проникнете в то, что Господь нам сказал и увидите там горы трупов. Что дальше будет с нами сейчас здесь? Говорить даже об этом нельзя. Мы тоже прощаемся кое с кем и может быть навсегда. Это вы узнаете очень скоро. Поэтому настройтесь на то, оценить то, что сегодня у нас здесь есть. Вот считаем книга Ио 30 глава 25 стих. Многострадальный Ио сколько он претерпел. Неизрещимая болезнь, язва, что там, проказа, лепра, от подошвы ноги до темени головы. Все гноящиеся. Не плакал ли я о том, кто был в горе, не скорбела ли душа моя о бедных, о бедных, которые не рядом. И он о всех плакал. У него нечего есть. Считаем я милостивый. Патриарх садился у ворот монастыря и всех приглашал отобедать. И один день он горько плакал. Говорит, почти никого не было. Всего 300 человек зашло. 300. Да у нас 300 это человек, других которые верующие пришли бы, у которых ничего нет, не пропили, ничего просто нет, пенсии не было. Социальной защиты человека не было. Что накопил, то есть, потерял, ничего нет. Поэтому нищие ходили и кричали. Как патриарх Геннадий говорит, ты ложишься спать в теплой постели, ты слышишь, как дождь шумит, под кого-то потекает вода, он на улице кричит, третий день ничего не ел. Встань, ему хоть кусок хлеба дай. Мы даже не понимаем, как пенсию получать. Мы так к этому привыкли, не дай, так мы недовольны будем. А вообще не было, во всем государстве ни один человек не получал ничего. Я остановлюсь на Новом Завете. Дело в том, что плакать, слезы, встречаются в Библии 362 раза. 362 раза открой Библию и увидишь и плакали все. Я стал думать, 365 дней, в какие же дни не плакали? Ясно дело, Пасха Христова. И при том, два дня идут, и Рождество как раз получается 365. Случайно это цифра или нет? Мне однажды пришлось быть в одном собрании, и там женщина такого солидного вида была на Пасхальную первый день, и она плакала. Подошел пресс-фитер, это у Баптиста в Пензе было, сестра, сегодня такой день, не надо плакать, ты радуйся со всеми. Она говорит, я не могу, вы же знаете, кто я была. Я была хранителем денег, банкира преступной бани, и когда они искали деньги, я на кладбище между могил ложилась, пряталась, чтобы не нашли, не отобрали, иначе я тоже убью где-то. Я плащу от радости, меня такой Бог нашел. Ты вспомни, где ты был сегодня, рядом деревни какие, посмотрите, храма-то нигде нету, они намного больше нас. Что тут считать-то? Десять дворов. Второе Коринфянам 7-4. Это уже в Новом Завете. Второе Коринфянам 24. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Никто не знает, в тюрьме сидит, пишет, я писал со многими слезами, вот эта бумага будет сморщенная, буквы будут расплываться, фиолетовые пятна. Об отступниках. И он плакал, переживая, как будто сам потерял Царство Небесное. Евангелие от Иоанна 11.35. Настройтесь на то, чтобы это вошло в душу. Как горько люди будут жалеть. Потеряли страну, сейчас скажу, но потеряли рай, неужели они не плакали Адам Севы? И притом Господь не програл их за 40 километров близ рая, чтобы каждый день могли смотреть. Мы все это потеряли, и дети такие, и смерти не было. Ведь люди жили в 13 раз больше нашего. У нас человек живет 95 лет, то это уже много, а у них норма 950, в 10 раз меньше. А дальше на них 70 лет жизни, при большей крепости 80. И самая лучшая пора труд и болезни. А тогда не было в районе ни труда, ни болезни. Труд был, там что-то смотреть. Считаем. Иисус прослезился. Два слова вести. Лазарь, когда вышел. Иисус прослезился. Это по человеческому, конечно. Мы, когда родственников умирает, тут плачет где-то. А тут плачет плачет о всех. Считаем Откровение Иоанна Богослова 21.4. Теперь посмотрим. Христос плакал, апостолы плакали, пророки плакали, цари плакали, народ плакал. А в вечности как там будет? 21 глава, 4 стих. Апокалипсис. И отрет Бог всякую слезу с очей и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Вот так. Ну а как же так? Все будет видно, мать будет видеть, как дети отсылаются в Адриену. Как она может радоваться? Не надо забывать, что чувствования будут те же, что во Христе Иисусе. Бог даст чувства. Бог смотрит с гневом, и мать будет смотреть с гневом. Расхождения с Богом никакого дальше не будет. Я говорю о том, чтобы посмотрели вокруг себя внимательно и сказать Господи, вот здесь я живу. Смотрите, ругань мы не слышим. Благодарю Тебя. Это мы строго выдержали. Курящие по деревне не ходят. Благодарим Тебя, Господи. Да как-то и воровать вроде меньше стали. Благодарим Тебя, Господи. Даже маленькие дети, если я Тебя приветствую с Пасхой, Христос воскрес. Я благодарю Тебя, Господи. Где мне Господь позволил быть? Время распада, разложения. Это задача, которая стоит страшно сказать перед людьми. Сколько нас будет, может быть, единицы, но и тогда Бога надо славить. Ничего не бояться. Мы считаем проева, плакал о бедных, о нуждающихся. Священник или где-то высчитывает имена. А кто со слезами слышал, что вы считали чужие имена, сертифик плакали. Даже вообразить нельзя. Это невозможно. А это нормальное состояние. Простить это дар. Потому что плащите с плащущими. Радуйтесь с радующимися. Смеются люди, Господи, в горе смеющимся. Ибо смех ваш обратится в плащ и радость в рыдание. Да, мы как-то переживаем горе, все это за временем стирается, а перед Богом вечность. И все это придет на память. И здесь я не сказал, и тут не пошел благовестить. Я вчера об этом упоминал. Рядом деревня. Мы перестали ездить, и все перестали. А ведь мы худо или бедно посетили это. Речь идет о тысячах дворов, которые вошли. 650 городов, районных центров посетили. Везде дарят книги и прочее свидетельство. Вы не прекращайте это. Вы помните, тут как-то приехали баптисты, они тоже стали ездить. А их спрашивают, вы из Потеряевки? Но они не крестятся, бритые, люди не понимают этого. Но они помнят, где мы были. Мы раздали только в окрестностях, и везде 30 тысяч Евангелий. Вот здесь Корабенниковский ход, Корабенникова, там чудотворная икона считается, и мы там были. Да, село большое, два Евангелия на все только нашли. И мы раздали 475 новых заветов. Священник узнал, вызвал милицию, и все это у нас заснято было. И только стоит Игнатий Тихонович, я прошу ради Христа уезжайте отсюда. Вот как когда свиньи тонули сегодня, считали, уйдите нас, они свиней потеряли. И за пределами храма, мы не в храме, не в ограде, но близ храма, стоит там майор, и он говорит, а что я должен делать? Ну, позвали меня, они ничего не делают, люди сами пришли, говорим о Христе, все довольны, ненавистны. Я об этом сказал тогдашнему архиерею, принял какие-то меры? Нет. И который там нас выпроважил роман, сделался епископом теперь. А я все записал и архиереем, ну, посмотрите, вот, нормально это состояние, слышать Евангелие, как говорят, как нож острый. Итак, сегодняшний день, пусть будет для нас уроком. Напомню, что батюшка вчера вернулся первый раз, уехав в город, и сразу вернулся. Он должен был там служить, а он уже дома. он заболел. Помолимся о нем. Дома, здесь помянем. Батюшки не будет, тряхнет очень сильно нас. Хотя мы знаем, мы не уступим, устав деревни будет, церковь будет, но сегодня мне скинули. Мы не знаем в России такого батюшка второго, который не лукавит прямо. Не было погружения, не было и крещения. Сколько опять людей крестилось, а сколько их направили, которые услышали. Даже сейчас здесь есть, вот он перед отъездом, пятницу только что крещение тут было отдельно. Мать с тремя детьми. Дивен Господь. Будем Бога благодарить за все. Это сегодня нам кажется я вполне в достатке, мы даже не замечаем, что это мирное небо над нами. Небо что означает? Оно нас посыпет таким дождем. Мы просим у вас молительной помощи. Завтра у нас будем с чужими людьми, а работать там, где мы работали. На кругу. И они назначили сами цену, намного больше, чем раньше платили. И нам хочется, чтобы это было для людей сделано с радостными слезами. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. веки. Продолжение следует...